доброго времени всем суток сегодня меня опять порадовала компания геймлофт сделала новую игрушечку я заценил игру многие ждали игра называется wild blood сейчас расскажу что это такое повествует у нас об истории короля артура и ланселота тёлка была влюблена в ланселота в нее собственно влюбился артур он помешался на и его взбесила значит то что она любит другого и до тревности он сошел с ума его сестра маргана воспользоваться этим открыла врата в ад и вызвала демонов мы играем собственно за ланселота в которого влюблена значит гвиневра это это его тёлка собственно и мы будем заниматься тем что всех будем убивать всех демонов вот кстати очень такая симпатичная заставочка игра в стиле слэшер сделана она на движке unreal engine 3 то есть вот так вот можем даже показать потому что это реально очень все круто вот левел я запорол сейчас я его пройду самого начала и и может быть кому-то эта игруха понравится и он ее скачает сразу скажу игра стоит внимание значит стоит она 200 с копейками рублей в маркете она есть звук английский субтитры русские геймлофт молодцы вот так вот очень для такие живописные пейзажики вот можно посмотреть нет для для так сказать для телефона для планшета я считаю очень очень все неплохо вблизи конечно текстуры слегка пугают но как только камера отдаляется сразу кажется что играем какой-то crisis 3 может быть даже 4 так пойдем сразу скажу здесь есть прокачка есть всякие баночки свиточки есть некое количество оружия так промахнулся то есть есть еще и мана собственно есть некоторые комбо удары вот но сильно пока тут с игрой это всего лишь третий уровень сегодня в стан стан суки поставили вот на протяжении всей игры мы получаем подобные подобные монетки и на них мы покупаем расширение как геймлофт очень любит их можно купить за реал и прокачаться например очень дико и всех например нагибать вот но мы так делать не будем мы мы честные ребята вот это здесь еще в этой игре присутствуют такие небольшие головоломочки но сейчас вот их нету при открытии там ворот каких-то например и или или например сундучков появляется такая вот интересно головоломка где надо перемещать там что-то перемещать надо бешеный какой у меня персонаж мне не понимаю честно говоря зачем здесь два миля оружия то здесь есть меч и здесь есть топоры у у топоров дпс очень неплохое у меча дпс пониже но зато у топоров есть аое и я до сих пор не врубаюсь зачем то есть сделать два миля оружия есть еще лук но это попозже так секунду сейчас я хочу дать люлей вот этим вот этим друзьям а кстати здесь еще и ну и система боя здесь можно уклоняться от атак паре как там разбивать блоки ничего сверхъестественного но небольшое разнообразие есть то есть по сравнить с боевой систем каком спайдермена да здесь прямо роскошь то есть 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 как у куда разбежаться ну я не знаю устал наверно повторять но у меня тегра вторая вот и блин недавно была эта игра как она там адвенчура то выходил хорн да и она там фреймрейт был ну конкретно ниже здесь все конечно по веселее идет мне очень нравится вот сейчас я дойду до сейф-поинда я покажу собственно как выглядит здесь меню прокачки интересного тени все свет есть но не скупятся геймлофты на лицензию движка анрил 3 за это молодцы так но здесь все в принципе строится на том что надо там пока не убьешь столько то мобов не откроются такие то ворота это в принципе все очень все очень об обычно а вот вот как раз что и о чем я говорю я честно скажу я вряд ли разгадают загадки вообще не умею никакие загадки разгадывать такие тем более я попробую вот ну 90 процентов что у меня ничего не получится тем более я еще так скажу секреты открою немного выпившие совсем туго голова собрали но нет слушайте смог вот это вот кстати здешние такие логические задачки но я думаю школьник эдак в первого-второго класса с ними справится вот видите все таки все таки есть порох в пороховницах что то я еще отгадать могу так поехали дальше как же уж извините за мать блять бесит меня мой работа фокуса в моем неаксусе я как настоящий бичаре снимаю все делал на телефон за не менее хорошие камеры ужасно просто работает фокус в этом плане кстати говоря всем советую самсунге но именно типа в серии galaxy там фокус статично можно выбирать кстати вот я освободил какую-то прекрасную даму она бабок подарила ну тут в принципе за все дают деньги то есть чем-то не делал за все блин бабки дадут количество заданий здесь варьируется от того кого-то убить из оружия или из арбалета ничего пока другого я не видел значит играю вся таких интересных заставочка так сейчас вот как раз покажу как тут строить из арбалета честно скажу это унылое говно вот эта часть часть этой игры это просто уныльшее дерьмо ну я думаю какие-то маленькие маленькие просто черти чем-то в меня блин стреляют и причем здесь можно вот тупо зажать кнопку стрельбы и блин и просто главное блин попадаете ну не уныло ли нет я конечно все понимаю но вот это вот просто параша лучше бы добавили вот здесь игры два варианта точнее даже три то есть просто месиво стрельба из арбалета или вот разгадывание логических вот задачи все здесь больше я другого ничего не видел то что писали на яблочных форумах что очень скучная игра кстати сразу автоматически здесь предлагает игра использовать банку ну собственно хорошо хоть кстати нас настройки и сейчас я вот как к сайфпоинту дойду сейчас покажу что что мне здесь в этой игре просто вот убила напрочь вот и а по поводу этих вот ловов со стрельбой ну это по моему просто к биздец потому что ну настолько это однообразно и скучно то есть просто вот так надо срочно 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 похилиться в этом левле кстати я всем советую побольше денег накопить концу потому что там будет босс который будет очень тоже уныло его надо будет убивать из арбалета и нужно будет очень очень много банок на хп вот этот третий левел не забудьте что в конце надо например не кисло затариться бабками ну собственно я прошел так сейчас я так понимаю кто-то еще тут придет включу эту свою крутилочку очень всегда было интересно на какое расстояние она действует ну короче по крайней мере прикольно все тут выглядит скучновато но из разнообразия боссов каких-то там не знаю тактик убиения этих боссов и вообще там различных противников какой-то интерес все-таки в этой игре есть да то есть вроде как все очень линейно и просто но с другой стороны как-то подкупает новыми пейзажами новыми врагами каким там интересно прокачаться там туда-сюда значит вот теперь что меня убил этот save point убил у меня конкретно то что как здесь собственно перевод например вот что такое позе его м одному господу богу известно да и вот мы нахуй заходим в пунктик такой настройки на настройки игры уже врага кто мне скажет что это я руку пожму вот собственно больше я не знаю что об этой игре говорить скачивайте играйте она реально игрушка достойная меня геймлофт не разочаровал даже меню ха здесь сделано на соли так солидно единственное что здесь погано там между между уровню и ролики они такие вот божеские мультяшные главное на это не отвлекать тут главное геймплей здесь есть он больный так что скачиваете играете подписывайтесь на канал ставьте лайки всем спасибо за просмотр пока а